У нас сегодня собрание необычное, даже очень знаменательное. Сегодня к нам в гости пришел глава муниципального образования Кингисевский муниципальный район, председатель Совета депутатов Сергей Александр Иванович. Мы продолжаем наш такой диалог молодежи с властью, с депутатами, и это еще новая века в нашем развитии. Мы очень признательны, что вы пришли. Сегодня расскажу о нас. Когда был открыт центр «Выбор», в него устроились много замечательных специалистов. И два года назад такая замечательная женщина, как Валентина Шуляк, совместно с нашими ребятами, к сожалению, они не могут присутствовать, кто-то уехал в Санкт-Петербург, кто-то работает, основали такой молодежный клуб, лаборатория идей. Работа кипела, мы начали проводить тренинги для молодежи, по стеническому мастерству. Мероприятие только один из аспектов. На самом деле более значимым кажется то, что в тенденциях современного общества, этой глобализации, когда гаджеты становятся важнее чувства и эмоций, мы создали площадку, на которой молодежь может встречаться и общаться друг с другом нормальным человеческим языком. Наша местная, городская, районная жизнь, она всех нас интересует, она рядом с нами, но так уж получается, что сегодня наша квартира, наш дом, наша улица, она связана и транслируется и с глобальным миром. И то, что сегодня происходит в мире, это в любой момент может отразиться и в нашем доме, и в нашей улице. На сегодняшний день цивилизационно в историческом разрезе капитализм, как общественно-экономическая формация, себя исчерпал. Цивилизация находится в таком тупиковом периоде, а это всегда болезнь, а как у нас молодежи говорят, когда болезнь, тогда колбасит, когда трясет, когда жесть, когда тяжело. Поэтому, если так образно и коротко, то ситуация такова. Роль и значение России в этой ситуации. Для того, чтобы ее понять, нужно на Россию смотреть, и вообще на эти вещи смотреть в разрезе исторического шага 500 лет. Если я заинтересовался этими аспектами, то я пытался, конечно, смотреть из других позиций, и вот пришел в 50-летний шаг. И это мне позволило сделать определенные вещи и прогнозы, которые, ну, может быть, если вы читали мои статьи, они были в ближайшее время. Мой сборник, который называется «Россия с любовью». Последняя статья была написана там как раз перед выборами президента, где, объясняя необходимость избрания президента Владимира Владимировича Путина, у меня заголовок начинался так. «Россия на переключке, и спасет Владимир Путин». Этот культурно-институционный аспект сегодня дает России колоссальное преимущество перед другими странами, потому что мы в большей степени сохранились, чем они. Поэтому именно на это я направлю, на силу силы. Уничтожить этот цивилизованный код, эту матрицу восточноевропейской культуры, разорвать вот эти все культурные, национальные и многонациональные связи. А как я говорю, Россия – это страна, государство, в котором проживает многонациональный народ, то есть это многоцветие, многоциональное ожерелье России, это ее сила, это слава, это ее возможность сегодня миру транслировать и показывать выдающие успехи и в науке, и в культуре, и так далее. Если кто, может быть, из вас видел мою первую пресс-конференцию, когда меня избрали, мне задали вопрос, что самое главное. Тогда и сейчас, я с большей венностью могу сказать, самое главное – это культура. Культура во всех ее проявлениях. Культурная культура, историческая культура, литературная, управленческая, инженерия, так сказать. И вот все в этом аспекте, если в этом аспекте рассматривать все вопросы, то если мы их игнориваем, то мы проявляем. К сожалению, почему у нас на сегодняшний день, особенно страны западного мира, в том числе и Америка, всяческим образом пытаются снивелировать состояние культуры. Легче управлять. И политическое руководство России в любые самые сложные времена, в каком бы разрезе она ни находилась, никогда не исходило из этого. А наоборот, вспомните, да? Мы всегда делали так, чтобы наш народ, наши граждане, слово население не люблю. Как вы знаете, еще в свое время великий писатель Соловьи сказал, что где есть народ, там есть государство. Где есть граждане, там есть власть. Поэтому в этом силы и значения нашего государства, исходя вот из этих аспектов, и должна строиться и наша жизнь. Что бы мне хотелось услышать от вас? Мы сегодня работаем над программой, которая будет поддерживать малый и средний бизнес. Инвесторы, которые будут приходить на территорию Кенесевского района, будем говорить, с более скромными деньгами, не такими весомыми, не такими нужными, для того, чтобы создавать рабочие инстанции. Поэтому здесь нужно исходить из того, что в нужный день инвестировать именно в развитие производства, в современные технологии, технологии 21-го. Потенциал Кенесевского в этом плане колоссальный. Ваши светлые головы в этом вопросе очень нужны. Поэтому хотелось бы увидеть ваше объединение. Как вы видите, какие идеи можно реализовывать на территории Кенесевского, чтобы он стал высокотехнологичным. Наш летний сад смотрел на путь, который грязный, в котором бутылки, пивные банки, вода и так далее. То есть различный другой мусор. Мы, конечно, его вычистим. Но вычистить это одно, мы можем сохранить, чтобы опять там все не появилось. Какие по поводу этого идеи есть? Может быть, это какие-то предложить идеи. Мы будем очень признательны. Ну, так вот, если вкратце, я изложил, готов или ответить на вопросы, или мы можем просто так в полемнику немножко покубатурить и подумать на различные темы. Начиная от простых вещей, которые касаются нас каждые две дни, вопросов космического характера. По экологии. Все мы прекрасно понимаем, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Повышать социальную сознательность, наверное, населения. Граждан. Граждан. Граждан Кенгисепа, нашего района. Но это вообще необходимо делать в рамках всей страны. Просто для того, чтобы достигнуть этого, мы можем идти несколькими путями. Мы пошли тем путем, что мы своим личным примером. То есть, если хочешь сделать что-то лучшее, начинай с себя. Не всегда воля молодежи, воля людей, которые чем-то хотят заниматься, может довести до результата. Какая моя мысль? Возможно ли регулирование общественное, когда мы находим барьеры, которые являются, только мешают работать, мы знаем, как их изменить, чтобы наша деятельность была более эффективной. И как мы можем, находя это, влиять именно на нашу правовую базу? Все рецепты, они видны, ясны, в зависимости от уровня проблемы. Если это манипальная проблема, если есть барьеры, всегда готовы убирать эти барьеры и давать возможность решать эти вопросы. Если это субъект, то значит уже законодательная инициатива. Миндисепский совет депутатов, он уже по ряду таких вопросов является пионером. Есть решения, которые мы принимали, они стали примером для того, чтобы эти решения были приняты и на федеральном уровне выпускательном доме. Проблема, понимание, чья это проблема, какую власти решает, и вот вы знаете, дело с их то, что сегодня я встречался с одним руководителем управляющей компании, и я им сказал так, что не должно быть в городе Кингисеппе, в Кингисеппском районе территория, за которую никто не отвечает. Кто-то начинает мне говорить, что за эту территорию никто не отвечает, значит, тогда нужно делать в отношении тех чиновников, которые должны это все исполнить. мужчины они согласны сесть на лодку, граблями почистить, это все мы можем сделать. Опять же, где взять лодки, где взять грабли, где взять мешки, и где взять машину, которая тут же увезет этот муж. И главное разрешение. Вычистить то мы с вами и выучистим, и форфу выучистим, и в другом месте вычистим, да? А как сделать так, как это считаете? Как нам сделать таким образом, чтобы не усырить? Есть варианты. Ну вот, было озвучено воспитание, правильно, это все, но это длительный период. А нам нужно уже сейчас в эту воду заходить и эти вопросы решать. Сделать большие штрафы на Европе. Я думаю, это будет как-то мотивировать скинуть лишнюю бумажку, и чтобы это отслеживалось. Вы правильно говорите, если бы у нас была система штрафов и ответственности, человек понимал, что если он это сделать, за это будет отвечать, он бы задумался. Когда заходим в АКИ, мы видим, что там висит вот этот значок, здесь наклеечка, здесь наклеечка. Курить запрещено, стоят мусорки, возле них стоят и курят люди. Сами сотрудники. Но так как нет контроля, то вводить такие штрафы это тоже бессмысленно. Потому что у нас нет органов, которые нас держат за этим. Часть полномочия же свалена на нашу добрую доблестную полицию. Кстати, наш земляк, губернатор Ленинградского Александр Александрович Гражданка еще два года назад об этой проблеме говорил и о создании так будем говорить муниципальной полиции и избрании шрифа. У нас есть административная комиссия. Один из путей решения этого вопроса все-таки да, конечно, тяжело в маленьком городе привлекать к ответственности людей, своих соседей, знакомых и близких. Но в этом вопросе не должно быть никаких ни друзей, ни знакомых, ни близких. Я вот когда перед судьями тоже выступал по итоговому совещанию, я ему сказал, высказал признательце благодарность, что они очень жестко принимали решения в отношении людей, которые находились в нетрезвом виде за рулем. Здесь вот этот путь как раз через административную комиссию будем начинать этот путь устраивать. Это один момент. Второй момент, я все-таки думаю, что понимаете, мы все равно все люди общественные и публичные. Если вот, конечно, наши представители СМИ, представители порталов будут показывать, люди будут видеть. Понимаете, когда в каком-то таком некультурном виде человек видит себя со стороны, это становится, это влияет. К сожалению, но это уже меняется, к сожалению, так получается, что у нас в основном целью являются деньги. А деньги никогда не должны быть целью, деньги должны быть средством. И вот это касается индивидуально каждого это касается и компаний, и различных, так сказать, и корпораций и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот перестановка этих акцентов, кто раньше это понимает, кто раньше в эту воду входит, кто становится более успешным в своей жизни. Мне посчастливилось на Работе в Питере на форуме и в Танкт-Петербурге существует такое название у него социальный контроль. Социальный контроль это означает то, что есть инициативная группа, там состоят молодые люди, девушки все, они выходят рейдом в город, выезжают на специальных машинах совместно с полицией, то есть у них есть отдельные рейды какие-то и совместно с полицией. Они гоняют молодежь по Победу. Они это занимаются, просто мы сами с ними выезжали на один из такой. Ну, это да, для наших молодежи, для инициатив возможно. Если ты ходишь один, как правильно говорила Соня Николаевна, и говоришь о том, что не нужно здесь курить, не нужно здесь курить, тебе скажут, а ты вообще кто? Когда у вас группа, есть представитель закона, которая тебе укажет, это некрасиво делать, а представитель закона уже сможет тебе выписать штраф, потому что он обладает этим, полномочиями, это уже будет действенно, результаты есть. Тут нужно понимать, не каждый человек, молодой человек, дело все в том, что активная гражданская позиция, она требует усилия над собой. Вы же сами сказали, я делаю замечание, понимаете, вы поступаете как гражданин, вы не проходите мимо. А тяжело, понимаете, если вот мне кто-то задавал вопрос, вы всегда делаете замечание? Да не всегда, не всегда, понимаете, честно. Вот бывает, нет. Особенно нам, девушкам, женщинам и вечером. Дело все в том, что, я уже сказал, что право это сразу человеческое жизнь и действие. Если ты знаешь гражданское право, ты знаешь жизнь. Если ты знаешь уголовное право, то ты всегда найдешь 402 способ объяснения ситуации. И так далее, и так далее. То есть ты находишься в жизни, и ты всегда защищен. Потом ты можешь приобретать любую другую профессию. Но есть маленькое оно. потому что, что такое профессия юриста? В любом случае, какой бы плоскости человеческой жизнедеятельности как юрист ни находился, народное хозяйство, в общем, назовем, бизнес, корпоративный, любой бизнес, ты как юрист все равно будешь находиться в конфликте. То есть ты все равно будешь избирать какие-то конфликтные споры. Споры. Что такое споры? Конфликт, спорная ситуация. Человек, который не боится заниматься, не то, что не боится, но ему, он должен себя в своем, что самое главное, в жизни, любить свою профессию. В месяц работают у нас 40 детей по благоустройству города. И когда нас направляют или как бы нам дают заказ, то нужно очистить, допустим, детскую площадку. Ну вот, химиков 7, 9, 9А, там вот хорошая вот надежда площадка, да? Или же Дружба. Дружба, да-да-да-да. Или же вот сейчас неплохая сделана детская площадка Заворожского 10, вот, и когда наши ребята приходят, начинают убираться, ну, кто-то ходит здесь, кидает окурки, там еще чего-то, а мы должны убирать. В конце, значит, они работают 10 дней, получается, две недели без выходных, когда они закачивают, нет, я кидать не буду, чтобы после меня вот так кто-то убирал меня. у нас наплыв идет, такой сильный, желающих очень много. Занимаемся выявлением случаев незаконной продажи алкогольной совершеннолетия. Оштрафовали мы немного в магазинах, да, это, наверное, 7 точек в Кингисеппии и одна такая крупненькая вестина, там на 400 тысяч у нас один штраф. Можно повлиять на эти точки, да, чтобы там продажи не было. Существует проблема, которую вы сейчас говорите. И у нас сейчас создана комиссия, он всегда возглавляет эту комиссию, мы сейчас этот вопрос изучаем, и Юрий Александрович надо будет нам сосчитать молодого человека. Вы не возражаете, с ним у вас пригласили поработать? Не возражаю, абсолютно. Мы с вами свяжемся, оставьте координаты моего помощника, но эта работа вот только началась. По вот этой проблеме, о которой вы говорите, это продажи с магазинов, с квартир, очень-очень вещаться. Квартира не будет. Но что я могу сказать? Я могу сказать, что это очень, конечно, проблема сложная, но какая она была сложной не была, но все равно вы должны с ней работать. Но вообще такие вещи, которые связаны с ограничением свободы, с удержанием, с задержанием, это всегда, конечно, такая вот сложная, такие сложные правоотношения, которые регулируются законом. Вы же сами понимаете, что форма насилия и насилие может применять только государство. Мы все этого не можем делать. Или государство, когда нас в каких-то формах уполномачивают, дает нам на это дирюгенцию и право совершать насильственные действия. Самостоятельно мы их можем совершать только в том случае, если мы предвращаем какие-то события, преступления и так далее, или осуществляем свою самооборону. Ну, в тех случаях, когда это прямо указывает безусловно закон. Поэтому в симпатии на вашей стороне и ваша замечательная гражданская полиция на достойное уважения, но эти вещи нужно делать в рамках тех установлений, которые сегодня существуют. Проблема дорог в нашем городе. Второй вопрос. Проблема парковочных мест, особенно очень часто это видно во дворах, когда он начинает парковаться на детских площадках в два, в три, а то и в четыре ряда. Сам часто это, ну да. Ну, третий вопрос. Вот мы с Андреем взялись за команду КВН. С давнего времени у нас вообще нет никаких КВН-игр в городе. Есть команда КВН-Гуап, но при этом в городе никаких команд КВН нету и городской команды КВН тоже нету. Молодежного КВН у нас фактически нету. И если ездить на такие мероприятия, то получается, что справляемся к теме, кого может называть. В том, что есть желание, но питательной среды, то есть создать команду одну, тогда надо, получается, сразу выходить на областной уровень, роиться, толкаться, участвовать и все прочее, прочее. если на районном уровне, если мы начнем это делать, нужно, чтобы, конечно, дорожное движение с двух сторон. В последний раз, когда игра проводилась 10 лет назад, победитель района уходил играть в область. Победитель области уходил играть на северо-западный регион, а потом уже шел, если побеждал, то шел уже консельхол. Мы этот вопрос проработаем, потому что это же не просто, так сказать, желание, это и деньги, и все остальное. Сможем мы все эти дела решать, сможем ли мы сегодня это или через бюджет, или через спонсоров эти вопросы решать и так далее, и так далее. Но в любом случае ответы на все поставленные вопросы мы можем сделать. Все то, что в нашем арсенале есть сегодня, возможности есть, мы этим занимаемся. И больше всего хочу сказать, что и я уже и контрольным органам сказал, что и контроль за дорогами и за работами в этом направлении будем осуществлять. Административный штраф 4.1 за неправильную парковку на полеприках. Ну, это как? За этим, кстати, никто не следует деятельность, сколько знаю, у нас в городе нет штрафа. Ведь если мы человека накажем за то, что он неправильно парковался, он и скажет, а вот вы не даете, куда? Где мне поставить машину? Поэтому решение проблем, вот я вижу таким образом, но в моем понимании, может быть, я не прав, нужно создавать парковочные места, а потом вот эти парковочные места, которые находятся, располагаются вблизи и вот этих домов, значит, если там машина стоит, начинать применять неусанцы, страховать, чтобы побуждать их, чтобы они уходили на эти парковки. Это вот как из той истории, когда вот я всегда говорил, говорю, это некорректно, когда принимаются какие-то вещи, которые фактически толкают человека на их нарушение, а потом за это его наказывают. У вас милитариста, защитники Родины. Да. У нас есть замечательная программа поддержки среднего и малого бизнеса. У нас есть центр, который занимается. Там замечательные программы по лизингу, по франшизе и так далее. Там огромное количество. Я просто с Дмитрием и Игорем довелось быть на съезде молодой гвардии, раз он не проходил там, об этом говорили. У нас это больше предложение к порталам средствам массовой информации. Больше давать информацию о нашем центре, чтобы туда приходили люди, потому что есть огромное количество бюджетных средств, которые тратятся на субсидии малому и среднему бизнесу, но они оформляются в Санкт-Петербурге. То есть в любом случае должны проходить через наш центр. Сейчас мы являемся отделом по работе с молодежью выбор. Нас постигло сокращение. Нас немного помяли в плане помещений. У нас взяли якобы на время ремонта театр юного зрителя, разместили в Кубе молодой семьи. Сейчас пять клубных формирований и любительское объединение являются в этом помещении. И на самом деле это очень маленькое помещение, когда особенно мы готовим крупные акции. и у нас есть замечательное здание ратуши, конференц-зал, но в нем мы не можем часто собираться в свете того, что он используется на различные официальные мероприятия, в том числе и комитеты. Помимо того, что у нас достигла реорганизация, у нас практически нет финансирования. У нас количество мероприятий остается то же самое, даже добавляется. И сейчас ну не знаю, озвучу, не озвучу, озвучу, церемонии. Ну вроде 50-ти тысячные мероприятия на год. А это начиналось шестизначная сумма. Как можно провести на 50 тысяч в год мероприятий? Сколько у нас? 5 мероприятий в неделю стабильно, это 20 мероприятий в месяц и нарост большой. У нас например фестиваль молодежного творчества 15 мая нам дали 15 тысяч. Фестиваль огромнейший это одно из самых крупных мероприятий молодежных в городе, которое проходит. У нас 73 участника была только в прошлом году. Фестиваль молодежной субкультуры, профилактические акции, у нас ресурсов нет. Мы сфор 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 на 16-й год будем бюджет закладывать, посмотрим. А сейчас уже бюджет принят, поэтому я не могу что-то сейчас обещать. Единственное, что мой помощник записал, мы проверим соответствующие структуры. Часто мы слышим, что в Кинобесе ребята учитесь и возвращайтесь обратно, нам нужны молодые специалисты. Я не отсюда, но я тоже молодым специалистом сюда приехала и столкнулась, как и многие, когда ты хочешь устраиваться на работу, с тем, что да, ты замечательный, молодец, у тебя красный диплом, но нам нужен опыт работы. Но при этом ты, например, 23 года после института должен быть с хорошим дипломом и уже с опытом работы на 5 лет. Но а ему нет, а где ты его возьмешь. Его как бы не получается, да, а на деле взять. И получается, мы устраиваемся в какие-то другие места, набираемся опыта работы другого, вот, чтобы потом прийти в то место, в которое ты хочешь, нести то, что ты хочешь, соответственно, работать, занимать ту должность, которую ты желаешь. Но тебя все равно уберут, потому что твой опыт уже неподходящий. То есть он у тебя есть, но он опять не подходит. В администрации работает очень много взрослых людей, уже умудренных опытом специалистов, кто-то даже пенсионного возраста, но и суть. Есть ли такая возможность для молодых специалистов делать на такие достаточно хорошие должности конкурсы? Вот как мы делаем конкурсы, да, там, кто бы ремонтировать дороги, да, а тут у нас есть, например, приехал какой-то молодой специалист где-то работает и хотел бы прийти в администрацию к вам или захотел работать в комитете. У него есть какие-то проекты. То есть чтобы был конкурс, чтобы реально молодые люди могли понимать, что они могли побороться за какое-то место. Как бы выливать те люди, которые даже готовы были написать проекты специально для того, чтобы поучаствовать, чтобы получить хорошее место и действительно реализовывать себя, потому что взрослые это опыт, а молодые люди это инициатива и хорошо, когда это работает вместе. То есть можете пойти избираться в депутаты, стать депутатом, а потом раньше реализовывать себя или в администрации, или в совете депутатов тоже есть должности, которые оплачивают, не только же а неоплачивают. Это одно направление. Второе направление здесь в отношении конкурсов замещения вот этих должностей я сейчас честно говоря не готов сказать насколько у нас администрация это больше вопрос администрации не мой они там решают таким образом они формируют свой аппарат своих сотрудников у меня в этой части у меня получается депутаты они у меня конкурс проходят. депутаты 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 Продолжение следует...